Добрый день, милсдари! Я Лютик, также известный как Виконт Юлиан Альфред Панкратс фон Леттенпол. Я готов поведать вам об особенностях геймплея игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Всё равно никто не сделает это лучше, чем прославленный Барт. Ну что ж, давайте присоединимся к моему другу Геральту из Ривии. Он ведьмак, представитель вымирающей касты, профессиональный убийца-чудовищ. Он славный малый, хотя у него ни слуха, ни голоса, и он может зарифмовать только попу с жопой. Ну, я его всё-таки люблю. Сейчас он возвращается с охоты. К его седлу приторочен омерзительный кусок, я хотел сказать, важный трофей. Вы, должно быть, видели, как он сражался с грифоном. Так вот это грифонья башка. Знаете, какой у меня был любимый предмет, когда я учился в Оксенфурте? География. А знаете почему? Атлас мира был большой, за ним легче всего было скрыть пузырь с водкой. Так что мы находимся рядом с Новиградом, крупнейшим поселением в северных королевствах, расположенным в дельте реки Понтер в королевстве Ридания. Являясь самым важным портом континента, он по праву зовётся столицей мира и центром, с позволения сказать, культуры. Сейчас Геральт направляется на встречу с Дикстрой. Это бывший глава ританской разведки, а сейчас он шпион и влиятельный бандит. Вот он, Новиград, пуп мира. Почти 30 тысяч жителей, не считая гостей столицы, представляете? Каменные дома, мощёные улицы, морской порт, склады, водяные мельницы, бойни, лесопилки, крупное башмачное производство и вдобавок все вообразимые цехи и ремёсла. А развлечения? Эшафот, трактиры, театр, базар и первоклассные барнели. Ну а женщины? Умытые, чистенькие, ароматные, бархат и жёлт. Корсеты и ленточки, о! Стихи так и просятся на уста. Славный город считают своим домом сотни головорезов и нищих, богачей и зевак, шлюх и торговцев. Наш друг Геральт, как сказал он им однажды Дикстра, имеет такое хобби – попадать куда не следует. В Новиграде ему придётся сражаться, чаще используя свой ум, чем меч. Кстати, Геральт проехал рыбный рынок. Ох, какие там головокружительные запахи! Ох, но это не главное. Стоит поговорить с каким-то заурядным торговцем, и вот ты уже обзавёлся редким оружием или новым увлекательным заказом. Я бы мог вам много о нём рассказать, но тогда мы засиделись бы до вечера. И вот мой друг приближается к месту встречи с Дикстрой. Этот приятный господин и заказал убить Грифона. Геральт свою часть сделки выполнил. Теперь очередь любезного Дикстрой поделиться кое-какими сведениями. Да что там темнить? И так ясно, что Геральт хочет узнать о некой молодой особе с пепельными волосами. Ты опоздал. Я заканчивал свою часть сделки. Ты же хотел голову. Она там у седла. Скажи своим, чтобы забрали. Ага. Я свою часть тоже выполнил. Накопал тебе кое-каких сведений. Что ты узнал? Твоя девица с пепельными волосами и шрамом на щеке, вероятно, в Велине. Её видели в обществе создания по имени Васик. Можешь смеяться, но, по словам очевидца, эта тварь на вид вроде ребёнка. И живёт в лесу, в какой-то норе. Может, хмурница или луговик. Но Велин, это скверно. Геральт, это ты, о ком я думаю? Спасибо, Дикстра. Ты мне очень помог. Рад был с тобой поговорить, но мне пора ехать. Дикстра сказал, что девушку, которую Геральт так хочет найти, видели далеко на юге, в нечаянных землях. И видели её там в компании некого Ивасика, довольно жуткого мальца, от которого у меня всегда мурашки по коже. Было бы преступлением тратить время величайшего поэта из живущих, ну, то есть меня, на описание унылого путешествия ведьмака в такую даль. Поэтому будем краткими. Геральт из Ривии воспользовался функцией быстрого перемещения. Глазам Геральта предстала глобальная карта. Он рассчитал, что он вот здесь, вверху, на севере. А быть ему нужно вот здесь, внизу, на юге. Судьбе было угодно, чтобы быстрое перемещение работало только для мест, которые Геральт уже посетил. И вот Геральт из Ривии прибыл в самое сердце ничейных земель. Ничейные, стало быть, никого нет, кто бы всем заправлял, поэтому все решает грубая сила. Можете представить, какие занятные собеседники могут здесь встретиться приятной осенней ночью. Еще ничейные земли, известные своеобразием животного мира. Я бы сказал, что Геральту тут самое место. Он вполне бы мог тут пристроиться лесничем. Симпатяшка Дикс рассказал, что нам нужен и Васик. Геральт решил использовать ведьмачье чутье, чтобы найти дорогу. Ведьмачье чутье усиливает и делает заметными следы и знаки, оставленные теми, за кем охотится Геральт. Уютное место, наверное, сдельно от создания, которым говорил Диксто. Ну вот, Геральт отыскал что-то вроде норы, уютное убежище и Васика в болотах. Недолго думая, он позвал хозяина. И Васик! Не бойся. Ты хмурница? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Все складывается до банального удачного. И Васику нужна помощь Геральта, чтобы вернуть голос. Хотите знать, что случилось дальше? Я вам, Милсдори, скажу сразу, сцен любви и разврата не будет. Зато будет кое-что другое. Да-да, будут разные твари. Например, утопцы. Иначе говоря, утопленники, которых вовремя не вылупили, и которые от такого к себе отношения иногда оживают, и живых людей хотят покусать. И стала битва средь болот. Лилась врагов густая кровь. А также отлетали руки. Да, не очень что-то. Друг мой Геральт иногда все же слишком отдается пылу битвы. Чуть поостыв, он возвращается на дорогу. Мы пришли? Да, я гляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. И Васик настоял, чтобы Геральт взобрался на гору. Что же ждет ведьмака наверху? Карабканье по скалам – это то, что мне никогда не давалось. Но Геральт не я. Он всегда может найти несколько путей, забраться куда хочешь. Да мало того, он еще исследует все уголки и расщелины. Да найдет там какую-нибудь штуку. Хотя я сам все нужные мне штуки нахожу в борделях города Вердена. И что же ждало ведьмака на вершине горы? Гарпии – это такие неприятные летающие твари, которых мой друг Геральт, однако, ловко умеет спускать с небес на землю. Иногда на Геральта находят философский стих, и он любуется красотами природы. Новиград, из которого ведьмак начал путь, в 14 раз дальше от него сейчас, чем вон то огромное дерево на горизонте. Держи. Молоко! Шишка! Улитка! Кролик! Телега! Корзинка! Пердеж! Как звучит! Навеселился уже? Мои любимые слова! Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы – все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный! Кто бы ты ни был, прощай и будь здоров! Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда появилась девица. Володая, серовласая, как ты сказал. А у давалок она была ранена. Едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, ругала ее, что она мне помешала, но она не слышала. Но у меня же голоса не было. Может, в этих хатах что-нибудь знают? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. И Васик вернул свой голос. Вам решать, хорошо это или плохо. По мне так просто ужасно. И более того, я бы половину бардов тоже лишил голоса. Но тут главное то, что Геральт все ближе к встрече с пепельно-волосой девушкой. Но куда же его привел И Васик? Все в порядке. Ни пол ведьмы не видать. Сейчас пою бабушке. Успокою ее. Соловьи уже умолкли, умер ветерок. А луна из черных тучек сыплет свой песок. Ты снова поешь? Ощущение такое, что я где-то потерял переход на вторую октаву. Вернусь домой, поищу. Нельзя тебе здесь быть, И Васик. Не можешь ты сюда приходить. Тихо, тихо, бабуся. Спокойно. Тебе вредно волноваться. Девушка, о которой я спрашиваю. Бабусь, ты только не сердись. Этот индивид очень хочет встретить хозяек. О, нет, нельзя. Это очень важно. Индивид, заткнись. А ты, бабуся, выслушай меня. Я нашел Ясеньку, когда она пропала? Нашел. Горячку у гневки унял? Унял. В обмен я тогда ничего не просил, ты же помнишь? Я даже за голос не в претензии. Так вот сейчас я кое-чего хочу. Ты уж бабуся ему помоги, этому индивиду. А то же он меня изводить будет. Кучу навалить спокойно не даст. Девка у него пропала. Хозяйки смогут найти, а? Раз уж ты так просишь, Ивасик, помогу ему. Ступай за мной. Ивасик добрый мальчик. А вот хозяйки его не любят. Паршивая тварь. Не любят его. Что за женщина на габелине? Это хозяйки. Всемогущие хозяйки. Отзовитесь на призвание. Жалкий червь перед вами встанет. Как ты смеешь нарушать наш покой, женщина? Я знаю, что вы встречались с сероволосой девушкой, которую я ищу. Где она? О, какой ретивый. Может, он любит только сероволосых? Значит, вы встречались. Расскажите мне все. Прямо в лоб? Может, и к лучшему. Скажи, духу у тебя хватит? Лесных тварей ты не боишься? Ух, тяжкие времена настали, белоголовый. Человек пошел на человека. Земля напиталась кровью. Зло сильно, как никогда прежде. Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей парышне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Со старостой этим я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа, стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый, знает валун. Валун слышит. Милые дамы пообщались с ведьмаком. Геральт поспешил в деревню Штейгеры и переговорил с местным старостой по поводу полученного задания. Чем ведьмак отличается от барда? Так это тем, что он сразу замечает вещи, которые можно использовать в бою. Вот те облака газа можно взорвать, подполив их знаком игни и поджарив все вокруг. Зато у меня диапазон в пять октав. Почти. Отчаявшиеся, озлобленные люди. Частое явление в этих местах. Они вооружены всем, что попадется им под руку. Молотками да вилами. Таких серебряным мечом рубить, обижать благородный металл. Поэтому Геральту лучше взять меч попроще. Стальной. Открыть из них вcado Зад narr hopeful. Задолжение следует... Вон! Девушки отдыхают Иначе кто-то из деревенских с перепою корягу увидел страшную Приятная деревня Ну так Просто жемчужина болот Раз вы так говорите Узнаешь, Стелек? Да, сударь Не знал, что вы им принадлежите Я должен помочь тебе Рассказывай, что стряслось, коротко и по делу Война пробудила старую силу Злую силу Кормится она пролитой кровью Кошмары снятся в ночь и наяву Люди спящими выходят из дому И не возвращаются Под деревом на шепчущем холме Лежат непогребенные Отцы, сыновья, дочери, матери Люди их тронуть боятся Вот туда и отправляйтесь Надобно прогнать темную силу Я пройдусь по шепчущему холму Токма, осторожнее, сударь Не думайте, что легко будет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тварь, которую убил Геральт Называется водяная баба Бабец неприятный Любит всякую хмарь и влагу От огня помирает И тут ведьмак приблизился К шепчущему холму Он решил воспользоваться своим Ведьмачьим чутьем, чтобы Обнаружить подсказки И разобраться в ситуации Ах, мне бы такое чутье месяц назад Не пришлось бы в шкафу прятаться А потом голым по городу бежать Снова следы волчьих когтей Надо тут осмотреться Что же видит Геральт? Следы твари Волку подобной Стало быть, не врал староста? Как есть тут злобная сила бродит Ведьмак снова взялся за свои Нелюдские штучки-дрючки Сам Геральт зовет это медитацией Во время нее Он может приготовить И воспользоваться Любыми эликсирами Из своего инвентаря Уходи 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 Мне не сдержать силы Что меня хранит Покажись Я хочу поговорить Волкалаки славятся Своей способностью К регенерации Так что Ведьмак изготовил бомбу Начиненную серебром Чтобы противостоять этому Не приближайся Отойди Чую Откуда пришел Волкалак И был источником того зла О котором говорил староста Угадайте Что решил наш доблестный Седовласый друг? Геральт Решил это зло Истребить Волкалак Вернись 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 Кто ты? Я вас удивлю Оказывается Волкалак не был источником зла Значит Геральту Нужно продолжать искать Уходи 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 Ведьмак увидел небольшую пещеру Был бы я там Никогда бы туда не полез Пещеры напоминают мне шкаф А у меня Дурные воспоминания Об одном Злокозненном рогоносце Но Геральт был уверен Что надо лезть Именно туда Плавание И особенно подводное Вот что Геральту Очень нравится Нет Иногда оно полезно Допустим Коралл добыть Для прекрасной дамы Или еще что Но я сам Этой любви к воде Не одобряю Не русалок же там тискать Хотя Чего вы от Ведьмака хотели Он и с ними может Зачем ты пришел Зачем кровь Проливаешь Ты пришел Меня убить Или освободить Меня хочешь Ты сказала Что ты в плену Как так Я скована Кандалами магии Блуждаю В бесконечных Лабиринтах Листьев Я все знаю О детях Знаю Что их ждет Освободи меня Прошу Я должна Им помочь Если что-то Грозит сиротам Я сам им помогу Детей уже забрали Освободи меня Прошу Я могу быть Вихрем Могу Помчаться Могу Их Спасти Только Я Я не верю тебе Дух Слишком многое Говорит против тебя Я не могу Доверять Только твоим Словам Не смей Причинять Мне вред Против тебя Станут силы Природы Я Должна Жить Это Один из Тысячи Моментов Когда Геральт Решает Судьбу Свою Селение И мира Хочешь Помоги Духу Дерева Хочешь Убей его И выполни Пожелание Ведьм Вот лично У меня Эти духи Дерева Не вызывают Доверия Так что Я бы лучше Спалил его И что Значит Долгая Дружба Геральт Думает Точно Так же И вот Зло Повержено Теперь Надо Собрать Плоды Того решения Что Принял Ведьмак Ему Нужно Возвращаться Обратно К Ведьмам На всякий случай Пока не ходите на холм Но работу я выполнил Не может быть Что там такое поселилось В дерево на холме Вселился злой дух Он и убивал людей Ведьмы Или как ты их называешь Хозяйки леса Велели напомнить тебе о плате Говорят Ты знаешь О чем речь Знаю Давайте Костелет Сейчас вернусь Сейчас вернусь хозяйкам. Зачем ты отрезал себе ухо? Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Это земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Дух дерева Геральт прикончил, чтобы ведьмам приятное сделать. Но теперь дети из приюта таинственным образом пропали. Неприятная история. А дальше, милстерин, история была еще страшней, запутанней и местами прямо разврат настоящий творился. Спрячь оружие, юноша. Вживую он еще краше. Ммм, вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелине. Ну, принеси. Жду! Не знаю, я, что-то. Не знаю, что-то еще. Я выполнил свою часть уговора, очередь за вами Мы никогда не нарушаем слово Мышиные волосы Так их называют Худая, истощенная, напуганная Бедяшка еле держалась на ногах Мы заботились о ней как могли Как о собственной дочери Оказалось, она слишком своевольная Строптивая, упрямая и самолюбивая Она обрежала меня Я не верю вам Говорят, что вы всегда держите слово Так расскажите мне все так, как было Расскажем, храбрый юноша Мы знали, что придет кто-то особенный Мы прочли это под зверенным Длинновленностям Мы видели ее образ Как ряд на лужах Она пришла со стороны болот Мы не сразу поняли, что ворожба указывала Именно на нее Дитя старшей крови Посеянное зерно, что взорвется огнем Она пришла прямо к нам в руки Старшая кровь Спасибо за внимание Мы очень надеемся, что вам понравилась презентация До скорой встречи в полной версии игры И не забудьте оформить предзаказ на официальном сайте TheWitcher.com Продолжение следует...